И пехота Степного фронта за все время боев, пока здесь вели бои, Центральный Воронежский фронт имела приказ не показываться на поверхности, не демаскировать расположение Степного фронта. Его судьба напрямую связана с именами Суворова, Кутузова, Жукова и Александра Невского. Единственный в Поволжье, кавалер четырех полководческих орденов, Виктор Сергеевич Антонов прошел всю Великую Отечественную войну. С первых ее дней. Его боевой путь пролегал через траншеи, болота и минные поля. Он из тех, кто мог ошибиться лишь однажды. Легендарный командир инженерно-саперной бригады не раз преодолевал оборонительную систему врага, обескураживая гитлеровских солдат. На его долю выпали крупнейшие сражения. Битва за Москву, оборона Сталинграда, Курская битва, бои за Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. Сегодня на примере Виктора Антонова воспитывают молодое поколение. Ученик 21-й школы Михаил Ольгашов уверен, равняться нужно именно на защитников родной земли. Биографию героя изучил досконально. Он с отрядом 36-й инженерно-саперной бригады отдыхал, прилег и, можно сказать, заснул около дерева. И он чувствует, что в него его толкают и говорят «Хенде Хофф, вставай!». Но он стоит, немцы отвлеклись на кого-то еще, и он растолкал двух немцев и убежал. Так вот он сбежал из плена небольшого. После войны Виктор Антонов был начальником штаба, а затем инженерных войск Привовского военного округа. Под его чутким руководством реконструирован стадион «Динамо». Построены новые учебные корпуса Политехнического института. Его уроки мужества вдохновляли десятки мальчишек посвятить свою жизнь служению Родине. Владимир Ильич Броверман был другом семьи Антоновых. Рассказывает, Виктор Сергеевич был человеком решительным и принципиальным. Даже в мирное время его душа родила о судьбе российской армии. Вспоминает, познакомился с ним, будучи завучем по учебно-воспитательной работе в 105-й школе, в день, когда состоялась встреча знаменитых ночных ведьм. Пришел, я сидел там, заполнял отчет. Он говорит, сидишь, я говорю, сижу. А я вижу только одних девчонок. Девчонки, что ли, будут служить у нас в российской армии? Я говорю, ну я вообще за это не отвечаю. Какой же ты тогда заместитель директора по учебно-воспитательной работе, если ты за это не отвечаешь? В 1998 году, через два года после смерти героя, 21-й школе присвоено имя Виктора Сергеевича Антонова. На акции памяти школьники навели порядок на месте захоронения, возложили цветы на могилу героя и провели торжественный митинг со стихами и песнями. А затем отправились к дому номер 38 по улице Арцебушевская, где жил Виктор Сергеевич Антонов. Сейчас в память о доблестном воине здесь располагается мемориальная доска. Не верьте, что Антонова сегодня с нами нет. Он путь свою бесконечность продолжает. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.